Поражение, обидное поражение, но надо его принять. Игра была равная. Если брать количество созданных моментов, в принципе, та опасность, которую соперник создал у наших ворот, и те моменты, которые мы имели в завершающей фазе, так, навскидку, можно сказать о том, что равное количество. Возможно, соперник чуть-чуть больше мячом территориально владел, но в целом, как бы, игра заключается в том, чтобы реализовывать те моменты, которые создаются в игре. Если говорить о пропущенном голе в конце, который позволил сопернику выиграть этот матч, то скажу так, что неправильные действия наши в атаке, в концовке матча, особенно в компенсированное время, привело к этой ситуации, где потеряли игрока в штрафной площади, который после скидки мяча забил с линии вратарской уже, по сути, в опустошенные ворота. Федор был в другом, в ближнем углу. Поэтому, конечно, надо принять это поражение и двигаться дальше. Внутри вопрос. Внутри вопрос. Был ли это самый статусный матч в нашей впереди? Ну, как, трудно сказать. Наверное, нет. Все-таки, я думаю, что более статусные матчи еще впереди. Поэтому, в любом случае, любого соперника на европейском уровне надо воспринимать как серьезного соперника, что, в принципе, мы и делаем. Потому что, в любом случае, те команды, которые попадают в европейские турниры, я имею в виду, в основные раунды, это достаточно серьезные уровни соперники. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что мы любого соперника с уважением, чисто по-профессиональному относимся и готовимся серьезнейшим образом. Поэтому, я думаю, что более статусные матчи еще нас ждут впереди. Сравнивать не буду с белорусскими командами, потому что, все-таки, это команда другой страны, другой стилистики игры. В целом, то, что мы видели в чемпионате, команда провела матчи, и с Викторией Пользень. В целом, это стилистика шотландского британского стиля, хорошее силовое единоборство, интенсивность борьбы, плюс фланговые атаки. В принципе, сегодня эта команда и продемонстрировала. Мы были к этому готовы, вопрос только, вот еще раз говорю, в доигровке эпизодов до конца, особенно в компенсированное время. Ну, сам по себе эпизод, может, и не совсем, там был такой голевой момент, именно после скидки, там игрок один оказался. Вот, но, еще раз говорю, что привело к этому, вот это меня больше тревожит, потому что неправильные действия в атаке, вот, отдельных футболистов, которые должны были понимать, что концовка игры, компенсированное время, и здесь надо обострять ситуацию ворот таким образом, чтобы доводить до логического завершения свою атаку. А когда идет потеря мяча, в любом случае, еще раз говорю, в концовке, когда и одна вторая команда где-то стремится найти момент для того, чтобы выиграть. Вот, ну, соперник вот таким образом решил исход в свою пользу. Мы, к сожалению, остались без очков в сегодняшнем матче. Владимир Ильич, замена вынужденной на 30-й минуте РАИ, понятно, что невозможно подготовиться, насколько это повлияло, ну, скажем так, на качестве игры, короче, на атакующие? Ну, два момента по травме РАИ, то же самое могу сказать, что, что привело к травме. Первое, мы проводили свою атаку, в принципе, опять-таки, могли довести ее до логического завершения, неточная передача, после этого соперника владел мячом, РАИ вступил там, получил на фланге мяч уже, естественно, и соперник жестко сыграл в мяч, естественно, что в такой силовой манере пошел в жесткий отбор. На мой взгляд, в пределах правил, да, но, тем не менее, вот так случилось, что голеностоп подвернул РАИ. Для нас это потеря, потому что это ведущий нас крайний защитник, левый, поэтому, безусловно, проиграв игру сегодняшнюю, потеряв РАИ из-за травмы, я думаю, что это ни один, ни два дня, да, естественно, что положительных эмоций нету после этого. Сказали насчет второго мяча, когда я не пропущу, но я имею в виду, что результат, скажем, не совсем правильных действий в атаке. Ну, как вы, в футболе нету несчастных случаев, все время есть ситуации, которые можно предвосхитить, можно при подготовке к матчу акцентировать внимание. Мы знали, что у соперника опасные стандартные положения, вот, после того, как мы забили гол, повели со счетом 1-0, вот здесь важно было не отдавать инициативу в территории, да, мы, к сожалению, этого не сделали. Отдали сопернику владение мячом, да, и соперник начал нас, как говорится, немножко поддавливать. Да, там, может, до явных опасных голевых ситуаций в этот отрезок не доходило, ситуации не доходили, да, до голевых именно моментов. Но угловые, которые соперник заработал, да, мы не подали ни одного углового за сегодняшнюю игру, да, соперник сделал 7 ситуаций, где они подавались угловых. И понимая то, что это одна из таких сильных сторон соперника, стандартные положения, вот это и привело к взятию ворот. Поэтому это никакой не несчастный случай, это следствие того, что мы отдали инициативу, и соперник 7 угловых за матч выполнил, а мы ни одного.